80-летний юбилей отметил 28 сентября старейший житель нашего города Мензикрем Садридинович Камалюков. По доброй традиции, с праздником его поздравила официальная делегация от руководства Зайонского муниципального района. Руководитель исполнительного комитета Ильна Архафизов лично поздравил юбиляра, зачитал текст поздравительной телеграммы от главы района и вручил юбиляру подарок. Поздравил его и председатель Совета ветеранов Марсель Хузин. Он вручил благодарственное письмо и книгу. Мензикрем Садридинович родился в деревне Урмаево Чувашской АССР в семье колхозников и так и остался на всю жизнь преданным земле. В 1961 году закончил сельскохозяйственный институт в Казани, работал агрономом в Сармановском районе. Потом в трудовой биографии были должности главного агронома, начальника управления сельского хозяйства. В 1985 году был избран председателем исполкома Зайонского районного совета народных депутатов. Мне удалось с ним работать одно и то же время. В 1985 году он меня назначил заведующим районным отделом народного образования в течение пяти лет. Я вас вспоминаю не только из-за того, что вы были молодые и энергичные. Он научил любить жизнь, стремиться к самообразованию, уважать старших. Вот и всю жизнь этому я следую. Эти были годы созидания. Вот Акрам Сандардиновичем в районе мы за пять лет построили пять типовых новых школ. Я всегда Акрам Сандардиновичу за советом обращался, брал с него пример. Поэтому в такой юбиле я желаю ему семье самое главное здоровье. Он сейчас счастливый человек. Он окружение детей, внуков. Я хочу, чтобы внуки, дети, внуки, правнуки его радовали. Он сам был здоров. В 1992 году Мензикрем Камалюков назначается заместителем главы администрации Заянского района. Более сорока лет жизни посвятил юбиляр сельскому хозяйству. Работал в разных районах республики. И уже на заслуженном отдыхе так и не остановился. Супруга Валентина Дмитриевна и сама удивляется, перечисляя домашние занятия на пенсии. Дед у нас очень подвижный, очень работящий. Все по дому дела он делает, имею в виду, которые мужчины делают уже. А так, как вам сказать, занимали, как дом построили, развел скотину, корову, телята и все прочее. Овцы до сих пор есть. Ну, это уж он сам справляется. Огород сам копает. А пчел? Пчел тоже сам смотрит. Дед строгий у нас. И как дед строгий, как отец строгий. Дети его, конечно, очень уважают. Но сказать уж так, очень сильно бояться тоже не скажешь. Но слушается. Все слушается они его. И спрашивают. Они всегда что-то, что-то приходят, всегда с нами советуются. Мам, как, как, как. Трое детей, восемь внуков и четыре правнука радость в доме. Не забывают родного гнезда и часто навещают. Времени хватает на всех, кроме телевизора. У меня времени нет. Вечером, во-первых, поздно захожу домой я. Пока не стемнеет, не этот. Ну, придешь, то читаешь уж. Или в телевизор смотришь, как говорится. А бывает, ребятишки все часто приходят. Они и телевизор посмотреть не дают. И все шумно. Поздравления продолжились за чашкой чая. Бывшие коллеги вспоминали годы работы. 80 лет с таким жизнелюбием не предел. Будут поздравления и подарки еще от родных и друзей. Впереди много планов, а значит, главное юбилеи еще впереди.